Долгожданное открытие. Пищеблок Нефтьюганской окружной больницы готов к работе. Старалась работать так, как полагается, на оценку 5. В преддверии Дня нефтяника лучших сотрудников общества «Юганскнефтегаз» отметили грамотами и благодарственными письмами. Все это делается в игровой форме, через сюжетно-ролевые игры. Мир во всем мире. В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом воспитанникам детского сада «Сказка» рассказали о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Новый пищеблок Нефтьюганской окружной клинической больницы торжественно открыли городские власти совместно с представителями градообразующего предприятия «Юганскнефтегаз». Постепенный запуск цехов будет проходить в течение двух недель. Полную силу предприятие заработает к концу сентября. Открытие нового пищеблока Нефтьюганской окружной клинической больницы состоялось накануне Дня работника нефтяной и газовой промышленности. При полной нагрузке блок будет обеспечивать питанием около тысячи пациентов в день. С некоторыми, конечно, трудностями, но тем не менее объект сдан. Всем спасибо и с праздником наступающим, и с таким праздником, потому что главное в жизни – это все-таки еда. Муниципальный объект возводили на средства округа при поддержке градообразующего предприятия «Юганскнефтегаз». Помимо базовых функций, запуск пищеблока даст горожанам дополнительные рабочие места. В каждую смену на благо пациентов будут трудиться по четыре повара, кухрабочие, грузчики, дворники и санитарки. Строительство таких объектов – это действительно та социальная ответственность компании «Бруснефть», та политика социальная, которую проводит компания на территории Югры, территории производственной деятельности «Юганскнефтегаз». И нам очень отрадно именно в этих проектах участвовать. Здание общей площадью в 3000 квадратных метров разделено на два крыла. В одном будут готовить специальное диетическое питание для пациентов, а во втором – обычное блюдо для медперсонала. Мы получили современный качественный пищеблок, который будет обеспечивать питанием наших пациентов. Ну и самый важный момент, что в этом пищеблоке будут питаться наши сотрудники. Трудиться в пищеблоке будут сотрудники комбината школьного питания. Как и полагается, для каждого вида работ на объекте уже отведены специальные цеха – холодный, горячий, рыбный, пекарский, объединенные между собой коридорами и удобной системой коммуникации. Сегодня получили настоящий комплекс для приготовления пищи для наших и больных, и сотрудников. На тысячу мест, тысячу блюд в смену. Это, будем говорить, очень замечательно. Запускать корпус будут постепенно. В ближайшие две недели протестируют оборудование и механизмы коммуникации. Начнут с приготовления завтраков. Затем нагрузку увеличат до максимума. Елена Гайлиман, Денис Ичменев, телерадиокомпания «Юганск». День нефтяника всегда широко и с размахом проходит в Нефтьюганске. Более 12,5 тысяч работников нефтегазодобывающего предприятия вкладывают в любимое дело знания, опыт и душу. А накануне десятки сотрудников «Юганскнефтегаза» получили заслуженные звания и награды, почетные грамоты и благодарственные письма. На торжественном собрании в культурном центре ОПИ виновников торжества поздравил генеральный директор РН «Юганскнефтегаза» Хасан Татриев, а также губернатор Югры Наталья Комарова. Профессиональный праздник сотрудники «Юганскнефтегаза» встречают производственными достижениями и, самое главное, круглосуточной, бесперебойной работой цехов дочернего общества нефтяной компании «Роснефть». В этот день глава региона лично вручила награды окружного и государственного значения. При этом Наталья Комарова отметила, что «Юганскнефтегаз» во все времена был опорой экономики России, а его коллективом можно по праву гордиться. На полочке не останавливайтесь, это радует всех. Поверьте, в таком глубоко компетентном регионе, мне кажется, что даже дети способны оценить ваш вклад, ваши успехи. Звание «Почетный работник нефтяной компании «Роснефть» удостоены три человека. Еще более 50 сотрудников получили в торжественной обстановке почетные грамоты и благодарности от компании. Высоко оценила профессионализм нефтяников и Министерства энергетики России. Почетными грамотами и благодарственными письмами наградили более 30 работников «Юганскнефтегаза». Помимо прочего, четверым из них присвоено звание «Почетный работник» и «Почетный нефтяник Минэнергетики России». Как отметил генеральный директор общества «Роснефтьюганскнефтегаз», результаты предприятия по количеству добытого углеводородного сырья – заслуга каждого отдельно взятого работника. «Желаю вам счастья, уверенности, стабильности и всех благ. С днем нефтяника, коллеги!» Добыча черного золота настолько затягивает, что попав однажды в нефтяную отрасль, остаешься в ней навсегда. К тому же в «Юганскнефтегазе» во все времена на первом месте находятся его высокопрофессиональные специалисты, их защищенность, а уже после добычи углеводородов. Старалась работать так, как полагается, на оценку 5. Поэтому на сегодняшний день, наверное, мой труд был отмечен благодарственным письмом. Большое спасибо руководству «Юганскнефтегаза» и большое спасибо моему коллективу. В книгу почета «Юганскнефтегаза» занесены имена девятерых сотрудников. На доске почета появится фото 43 специалистов. День нефтяника – значимое событие для работников нефтегазовой отрасли и для нефтьюганска. Всю жизнь городу подарили не только нефтегазовые месторождения, но и ежедневный титанический труд обычных людей. Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена после трагических событий в Беслане, когда в результате теракта в школе номер один погибли более 300 человек. Среди них более 150 детей. В преддверии памятной даты в детском саду «Сказка» прошло мероприятие «Мир во всем мире». Инцидент 12-летней давности, имевший место в Беслане, показал, что террористам чуждо все человеческое. Их целью могут стать даже дети. Поэтому россиян необходимо с самого раннего возраста обучать тому, как вести себя в той или иной опасной ситуации. При этом нужно делать расчет на особенности детской психики. Терроризм все же тема не из легких. Они определяют, как нужно позвонить по какому номеру, как нужно обратиться к взрослому. Можно ли сесть в машину или подойти к взрослому, чужому. То есть все это делается в игровой форме, через сюжетно-ролевые игры. Суть таких встреч и лекций – сформировать у детей базовая система поведения при чрезвычайных ситуациях. Чтобы ребенок в любом случае точно знал, что ему делать стоит, а чего нет. Шестилетний Эльдар Байгешиев, например, знает. Если группа терроризмов кинет бомбу, пожар будет, надо броситься в пожарный выход. В завершении встречи воспитанники детского сада «Сказка» вместе с воспитателями выпустили в небо белоснежные шары в память жертв теракта в Беслане. «Никита Чебыкин, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Спортивная школа Олимпийского резерва «Спартак» сегодня открыла двери для новых воспитанников. Тренеры начали набор маленьких нефтьюганцев в своей секции. Отметим, в этом учреждении работают 9 направлений. Это такие виды спорта, как настольный теннис, волейбол, бокс, тяжелая и легкая атлетика, а также пожарно-прикладной спорт. Во все эти секции ведется набор детей с 7-летнего возраста. Что касается спортивной аэробики, то сюда приглашают ребят с 6 лет. На вольную борьбу принимаются 8-летние школьники. По-прежнему среди юных нефтьюганцев излюбленным направлением остается мини-футбол. Если есть желание, если есть какое-то стремление ребенка к чему-то, к развитию, к какому-то виду спорта, то он может в принципе прийти в любое время, показать себя нужно. Для того, чтобы попасть в команду, нужно прежде всего себя показать. Поэтому, конечно же, от этого зависит. Да так, вот сентябрь месяц у нас идет набор детей. Отметим, набор детей в спортивную школу ведут как опытные тренеры, так и молодые квалифицированные преподаватели. Речь идет о бывших выпускниках «Спартака». Многие из них сегодня вернулись в дюшор, чтобы передать спортивные навыки младшим товарищам. Новый учебный год сегодня начался в реабилитационном центре детства. Порядка 70 юных нефтьюганцев с ограниченными возможностями здоровья начали посещать развивающие программы. А как особенные горожане попрощались с летними каникулами в нашем следующем сюжете. В реабилитационном центре работают три отделения. Помогают ребятам опытные педагоги. Среди них психологи, логопеды, инструкторы по физической культуре, труду, музыке и изотерапии. За лето курс оздоровления прошли более ста детей. Есть дети, которые посещают в течение всего дня, то есть полный день. Это дети в основном дошкольного возраста. Дети, которые посещают образовательные учреждения, допустим, школы. Они в первую смену учатся, во вторую смену приходят к нам на социальную реабилитацию. В следующем году реабилитационному центру исполнится 20 лет. Главная идея, которую вкладывали создатели учреждения – сделать жизнь особенных ребят интересной и помочь родителям окружить их вниманием и заботой. Детство и по сей день соответствует первоначальным целям. Они спокойны, потому что здесь заботятся и воспитатели, и, нужно сказать, и спасибо огромное, и кухонным работникам, и руководителям, заведующим, потому что все нацелены именно на получение оздоровления и социальной адаптации этих детей. С сегодняшнего дня центр будет посещать более 70 юных нефтеюганцев. Отметим, занимаются в учреждении не только оздоровлением особенных ребят, но и их досугом. Подобные развлекательные программы проходят здесь часто. Оно и неудивительно, ведь в такой теплой обстановке воспитанники детства находят друзей и поднимают себе настроение. Кристина Кочерова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». Наследники Ермака. В Тобольске завершился пятый региональный фестиваль казачьей культуры. Город на севере Тюменской области принимал гостей из шести регионов, областей и краев России. Нефтьюганск представляли воспитанники образцового ансамбля «Родная песня». Наши горожане выступали в нескольких номинациях, причем более чем успешно. За что местные артисты удостоились высокой оценки жюри, узнала наша съемочная группа. ПЕСНЯ Впечатления о поездке более чем приятные. На фестивале казачьей культуры побывали шесть воспитанников «Родной песни». Примечательно, что со многими номерами ансамбль дебютировал. Несмотря на волнение, нашим казакам в своей возрастной категории удалось забрать все призовые места. Мы жили на территории Тобольского Кремля, и именно в 12 начали звенеть колокола. Ну, красиво. И они звенели через каждые 15 минут. Очень красиво. В таком святом месте были. Ну, вот я ходила и думаю, ребята, вот просто какое-то ощущение счастья. Занять призовые места местным артистам, конечно, помогла руководитель ансамбля. Частые репетиции не прошли даром. Галина Москвитина воспитала в ребятах настоящих победителей. Кстати, во время поездки Галина Владимировна отметила день рождения. А награды ребят стали самым лучшим подарком для педагога. Она хорошая, наверное. Она хорошая учительница. А вообще, по секрету, она самая лучшая. Поздравляли с днем рождения с главной сцены казачьего фестиваля и еще одну участницу родной песни. Радость, счастье, и день рождения, и победа сразу же. Это так восхитительно. А вот Мирослав и Илья занимаются в коллективе недавно. На конкурс ребята поехали, что называется, за компанию. И все же не с пустыми руками. Братья самостоятельно подготовили выступление в номинации «Художественное слово». В результате чего ребятам вручили дипломы лауреатов третьей степени. Мне очень приятно, когда Мирослав ходит. Как здорово! Как здорово! Кругом казаки! То есть пропитано все духом казачества. Очень жаль только, что небольшое количество ребят моих из коллектива все это увидели. Но мы поставим целью попасть на шестой региональный конкурс. Он в конце августа. Попрошу ребяток приехать пораньше с каникул. И мы всем ансамблем грянем на следующий казачий фестиваль. Завтра в «Нефтьюганске» состоится череда мероприятий в рамках празднования Дня нефтяной и газовой промышленности. О том, куда можно сходить и на что посмотреть в этот день – в следующей информации. Этот день традиционно начнется с легких спортивных соревнований. В программе такие дисциплины, как футбол, волейбол, стритбол, рамрестлинг и многие другие. Любители здорового образа жизни ждут с 11.30 утра на стадионе «Нефтяник». Далее в 13.00 на площади у Сибиряка для вас выступят музыканты духового оркестра и оркестра русских народных инструментов «Самоцвет Сибири». На аллее Комсомольской славы в это же время будет действовать выставка художественного творчества «Нефтьюганский Арбат». Для детей предусмотрены игровые программы под названием «Я б нефтяники пошел» на юбилейной площади с двух часов. Народное гуляние запланировано с 11.00 до 22.20. Ближе к вечеру на площади начнется самое интересное. Концерт звезд российской эстрады стартует в 20.00. А закончится этот насыщенный день долгожданным праздничным салютом, который прогремит в половину 11.00. В 19.30 смотрите нашу итоговую программу «Вечерний гость». На этот раз разговор состоится с Виталием Бурчевским и у вас будет возможность задавать вопросы. А блок новостей на этом закончен. Спасибо, что были с нами. Продолжение следует...